Привет друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Мы живем в новостройке в Сочи и недавно к нам в дом переехала бабушка с холодного севера. На старости старушка решила пожить у моря, подышать полезным морским воздухом и наслаждаться жизнью. Переехав в наш дом, бабушка решила занять пост верховного главнокомандующего и очень быстро дала всем понять, кто в доме главный. Поначалу соседи были даже рады этому, потому что у нас новостройка и в доме регулярно идут ремонтные работы в квартирах. Строители народ не сильно чистоплотный, за собой убирать мусор и строительные отходы не очень любят. А бабушка начала всех строить и контролировать. И у нас в доме наконец-то воцелился порядок. Перестали сверлить и шуметь в неположное время. Надо заметить, что женщина в свои 70 лет очень чистоплотная, хорошо одевается всегда с макияжем, маникюром и прической. Бабушка обладает командным голосом, требующим повиновения. Видимо, сказывается советское прошлое, в котором она долгое время занимала руководящую должность. Спустя какое-то время бабуля отрегулировала работу строителей в нашем доме и стала присматриваться к жильцам. Сначала она стала ознакомиться и постепенно выяснять, кто в какой квартире живет и чем занимается. А вот недавно у нас во дворе стали строить детскую площадку, а окна у этой бабули выходят прямо на нее. Бабуля начала возмущаться и кричать на строителей. Что этого тут затеяли? Никакой детской площадки я здесь не допущу. Чтобы эти малолетние изверги здесь бегали и орали и не давали мне спокойно жить. Уж не знаю, каким способом, но она своего добилась. Стройку детской площадки на время заморозили. За что молодые мамочки из нашего дома прозвали бабулю Железный Кулак. Также очень сильно достается нашей уборщице по дому. Женщина даже планирует уволиться, потому как бабуля Железный Кулак постоянно контролирует процесс ее уборки. Вечно ворчит и заставляет ее перемывать и придирается на ровном месте со словами. Да кто же тебя так мыть учил? Наш генерал в юбке любит дислоцироваться на лавке у подъезда. Она всегда надевает свои очки и любит очень тщательно следить за каждым проходящим мимо человеком. Подростки из нашего дома регулярно получают порцию нравоучений, как надо жить и одеваться. В связи с этим в нашем доме никакие подозрительные лица не бывают. Все соседи и квартиросъемщики находятся под строгим учетом и контролем. Знает каждого в лицо. Многие жители возмущаются таким поведением бабули. Но в открытое противостояние никто вступить не решается, потому что пенсионерка держит в страхе весь подъезд. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.